А сейчас я приглашаю нашего следующего спикера, Алексея Рязанцев, автор девяти книг про построение процессов продаж. Он сегодня нам расскажет о семи главных эффективных элементах системы продаж. Приветствую. Спасибо. Здравствуйте, друзья. Спасибо. На самом деле, по поводу, наверное, самое важное все же из того, что, почему у меня есть тут, не знаю, право вам говорить что-то на сцене, то, что у нас большой опыт, более 180 проектов, реализованных с компаниями. Книги – это, наверное, побочный продукт, потому что это все упаковывалось в некоторую систему и вот потом появилось на полках магазина. Вот. Времени так много, поэтому в двух словах, моя идея вот на сегодня – это то, что я вам расскажу про семь ключевых элементов системы продаж. У кого-то из вас что-то уже будет выстроено, кто-то из вас услышит о каких-то элементах или как их настраивать там впервые. Вот. Но мне важно, чтобы это было для максимального числа участников полезным. Вот. Поэтому сегодня тема семь ключевых элементов системы продаж и вот это про вчера и сегодня. Я хочу сделать небольшой экскурс в то, как мы настраивали систему продаж, не знаю, 4, 5, 7 лет назад, как это выглядело, какими инструментами, там, всякими Excel, Google календарями, печатными отчетами на четвертых листах и так далее. И как это выглядит сегодня, как это выглядит в современных системах. В частности, какие-то примеры приведу на Bitrix24, потому что мы работаем, наверное, чтобы не соврать, в семьи из десяти проектов, да, используя Bitrix24. Вот. Еще хочу добавить, что мы не такая, мы не IT-компания, которая внедряет Bitrix. Мы занимаемся консалтинговыми проектами по развитию различных процессов в технических компаниях. В основном это B2B-продажи, но есть и розница, ритейл, сфера услуг и так далее. Вот. Поэтому сфера такая. А поднимите, пожалуйста, вот мне очень важно, кто из вас здесь с какой сферы. Кто в оптовых продажах работает? Вот. Не так уж и много. Хорошо. А кто розничный бизнес, ритейл? Ага. Хорошо. Там сфера услуг. О-хо. Вот кто вы, да, в основном. Так. И кто не поднял руку вообще в плане того, что я не называл? Ага. Интересно, что у вас? А что у вас? Ага. А вы кому продаете недвижимость? Ну, физлицем. Ну, B2C. Да. Хорошо. Да, розницы не назовешь. Прям такой. С недвижимостью тоже были примеры, поэтому. Давайте так. Первое, наверное, с чего. Пил. Можно меня переключить слайд? Или я его не включил как-то? А, нет, включен. Не работает. Можно переключить мне слайд следующий? О, класс. Все. Отлично. Три типа компаний. Первое, да, то есть все наши клиенты, компании, с которыми мы работали, работаем, будем работать, все вы, делятся на три категории больших. Первое. Это компания, которая не внедряет вообще никакие инструменты продаж и у них плюс. Порой наш клиент тоже удивляет. Он говорит, слушайте, мы же там работали как-то в прошлом году и деньги были. Типа, как? Вот. То есть это про такие компании. То есть плывем по течению, есть какие-то действия, там, ну вот, как-то все работает и работает. Время на работа, на опыт людей, которые по 15-20 лет в компании и так далее. То есть вот есть такие. Второе. Это те, кто внедряют какие-то инструменты, вносят что-то новое и доводят до внедрения, но от времени к времени. Да, и делают, то есть как-то один-два инструмента в год, может три, может четыре. И делают это как-то, как получится. То есть там вот тоже в таблицах, на коленке я написал. То есть это какие-то таблицы. На прошлой неделе был на встрече с клиентом, мне говорят, смотрите, у нас есть план по тому, что менеджер должен делать на день. И они рукой заполняют в листе. Что вы ржете? То есть у половины из вас этого нет. Серьезно. То есть смысл в том, что это инструмент и он работает. И для меня, как для бизнес-технолога, это важно, потому что рабочий инструмент на бумаге, на салфетке, сделанный там, да, это экология, деревья и бедные менеджеры, которые пишут эти цифры. Я сделал 42 звонка, назначил две встречи и выставил три КП. То есть руками это пишут. И вот у них для руководителя отдела продаж, там раз в месяц это все в одну кучу, это анализируется, смотрят. То есть это лучше ничего, но оно, это наши реалии, оно сейчас есть. Вплоть до компаний федерального уровня, у которых там куча представительств, миллиардные обороты, да, и они работают в Excel. То есть это в плане, это не зазорно, лучше делать как-то, чем не делать вообще никак. Вот. То есть к этим компаниям больше, что ли, чести за то, что пусть будет хоть как-то. И следующее, постоянное развитие современной инструменты. Это как раз, вот я их называю, руководители, у которых там копье в голове, все сотрудники, вот мы приходим в компанию, да, и все говорят, о, там вот что придумают и будем делать, что ты как бы не повыбираешь. Вот. У них много чего не получается, что-то получается, да, но постоянно много чего внедряется. Чаще всего там максимальное количество информации, оно оцифровано, это и CRM-системы, и там другие различные инструменты. То есть постоянно что-то пробуют, внедряют, смотрят на результат и так далее. Кто к таким компаниям себя относит? К третьим. Ага, здорово, хорошо, приятно, что вы есть. И еще скромных, наверное, половинка от этой суммы, поэтому хорошо. Вот. Итого, три категории. Следующее. Вау. Семь элементов системы продаж. Времени так много, я поэтому по самым ключевым и поверхностным. Первое. Регламенты и стандарты продаж. То есть это то, как прописан у вас процесс работы. С новыми клиентами, с постоянными клиентами, с клиентами, которые возвращаете и так далее. То есть именно этапность инструкции на каждой. Более подробно расскажу. Второе. Это замеры маркетинговой активности. Сегодня на презентации, когда Сергей Рыжиков говорил про сквозную аналитику, это вот об этом. То, что нам нужно знать и считать все каналы привлечения клиентов. Да, потому что мы часто приходим в проекты, в которых, какие каналы рекламные вы используете. Вот. Где, по каким из них известен ROI, ну, сколько стоит клиент, сколько стоит продажа по этому каналу. По одному там или по двум, или чаще всего не по каким. Их важно заверять. Третье. CRM-система. То есть так получилось, что пару лет назад нам пришлось вывести внедрение CRM-систем в отдельное направление, потому что очень часто запросы и нигде не настроены даже с средней эффективностью. Вот. А это вполне себе инструмент увеличения продаж, относительно несложный, да, который с небольшой инвестиционной там стоимостью дает там десятки, порой сотни роста объема продаж компаний. Следующий. Система контроля отчетности. То есть то, что вы внедряете, то, что вы делаете, у менеджеров, у руководителей, у директоров должно замеряться и контролироваться, анализироваться кем-то. Вот. Дальше. Мотивация персонала и KPI. То есть если все вот это там сделано, ну не связано с тем мотивацией, то в России это не работает. Ну я не знаю, по крайней мере, как сделать, чтобы это все работало просто на вот духе боевом. Следующее. План продаж. В многих компаниях его просто нет. Почему? Я не знаю. Ну нет и нет. Не ставим и не ставим. А он должен быть. Это цели, которые добиваются сотрудники. И следующее. Это управление системой продаж. Смысл. Когда это все работает, этой системой нужно управлять. Анализировать некоторые данные, замерять их в свою очередь и делать какие-то выводы, решения и меняться дальше. Это управление. Оно должно быть на нескольких уровнях. Руководитель, коммерческий директор, генеральный директор. Чаще всего это даже на уровне руководителя не выстроено. В двух словах. У кого из вас есть хотя бы, на ваш взгляд, есть хотя бы, не знаю, 4 внедренных элемента? Во, здорово. Так, давайте. А5. Не все еще посчитали, наверное, да? Типа, а если… Хорошо. Так, А6. О, смотрите, они существуют. Здорово. И все 7. Ну, понятно, что про управление вы, наверное, у каждого свое видение. Раз, два, три, четыре. Есть. Слушайте, здорово. Ну, приятно. Приятно, что есть. Значит, то, что я скажу, будет воспринято и услышано неголословно. Так, дальше. Может, что-нибудь можно убрать? Что необязательно? Жили без KPI и не надо матом ругаться больше. Ну, есть мысли какие-то? Что необязательно? Если компания из первого бита, можно убрать все? А, из первого типа? Третье, четвертое объединить. CRM-систему и систему контроля отчетности. Слушайте, есть в этом смысл. Да, можно. По очень многим параметрам можно, да, потому что тоже CRM-систему или Bittrex 24, давайте так. Да? То есть все ж курсы, да, что Bittrex 24 не равно CRM. То есть Bittrex 24 это намного более мощный инструмент, чем CRM. И далеко не все CRM-системы позволяют генерировать и делать такое количество там отчетов, гибко настраиваемых, как Bittrex. Вот. Ну что, ничего нельзя убрать? Вы серьезно думаете, что это все нужно? Все объединить? Что не актуально? Регламенты стандарта продаж. Все можно что починить? Да ладно. Мы в одной компании из 10 приходим, в котором грамотно прописаны регламенты стандарта продаж. Есть инструменты типа скриптов, схем, встреч и так далее. Одна. Это еще, наверное, преувеличиваю. То есть как-то они выстроены везде. Ну то есть как-то работает. Потому что на днях мы чуть ли не поругались с пятью руководителями отдела продаж, генеральным и коммерческим директором, когда сели обсуждать этапы сделки в компании. Ребята, один работает 15 лет, все остальные там по 10, кто-то 3, 4. Какие у вас могут быть разные видения в том, какие этапы, как они могут разниться? Направление одно, продукт один, а отделы разные. Это я про то, что я говорю, вот если вы на этом уровне, у вас нет общего видения, то представляете, что там у вас с менеджерами. Вот, поэтому то, что вот я про регламенты и стандарты прям вообще. Ну если, не знаю, даже если эти флайера на улице раздавать, то можно это стандартизировать, и результата будет больше эффективности. Ну что, все, нечего? Да, с CRM-системы можно срезать. Ну, как сказать, если… Слушай, я бы на это 2 часа могу рассказывать, на эту тему, благо осталось 18 минут. CRM-систему можно срезать, если у вас 3 клиента и больше никогда не будет в мире клиентов. То есть вы не будете их привлекать, не будете с ними там коммуницировать. То есть и вот 3 клиента, и вы прямо, не знаю, где-то можете на руках записывать. То есть эффективные коммуникации. CRM-система решает кучу просто вопросов, который одними стандартами… Стандарт он что даст? То, что у нас есть алгоритм, как мы общаемся с клиентами. Этапы. Окей, есть. Мы их раньше прописывали на бумаге. Не помню. Может быть будет на слайде, где мы прям писали первый этап, второй, третий, четвертый, пятый. Мы с менеджерами обсуждали, начали отрабатывать, продажи росли. Никакой автоматизации вообще, никаких CRM. CRM – это же система учета коммуникации с клиентами. То есть то, что у вас там все клиенты, по ним поставлены задачи, вы ни про кого не забудете, всем вовремя там отправите. Если они там запросили у вас еще у трех конкурентов предложение, вы первые отреагируете. То есть это прям напрямую инструмент роста продаж, то, что тут регламенты… Я бы даже… Да, можно криво продавать по CRM. Просто «Алло, здрасте, мы там с такой-то компанией с вами работали, вы будете там эту еще хрень брать, нет?» Типа, ну, не знаю, высылайте коммерческую. Ну, хорошо, вышлю. Пока перезвонили, купили. Регламент, стандарт, господи. И таких продаж мы просто постоянно слушаем телефонные разговоры в проектах, с которыми работаем, как было до и как после. И вот это вот там… Разговоры, когда… Я вообще не понимаю, как они покупают. То есть люди на той стороне в B2B-продажах пытаются как-то раскрутить менеджера о том, что ну расскажи, а что за продукт, а чем отличие. То есть они как бы подталкивают к тому, чтобы человек продал. Вот даже без регламента. CRM важно, никак. В двух словах. Без мотивации KPI. Можно сделать крутые регламенты, внедрить CRM, но не связать это с мотивацией в плане там депримирования и премии. Никто ничего не делает. Что будем делать? Бить людей нельзя. Все. У кого было то, что внедрили, не работает? А, класс. Да ладно, вас больше не стесняйтесь. Поднимите руки, я хочу знать. Все равно в лицо никого не запомню. Ага. Ну вот видите, есть человек 30, наверное. То есть тоже классика жанра. Без плана продаж теоретически можно, но результатов будет значительно меньше. И даже ладно бы с ними с результатами. Динамики не будет той, которая могла быть. Потому что план, когда вы с ним работаете, грамотно повышаете, грамотно выстраиваете мотивацию в зависимости от плана продаж. План продаж это не так. Ага, сделали, на следующем месяце мы поставим вам больше на 20%. Нет, это не об этом. Это о том, что ага, вы можете больше, отлично, мы готовы платить больше, если вы будете делать больше результатов. Но не в арифметической прогрессии, не в геометрической. То есть соразмерно. Для того, чтобы у менеджеров, у сотрудников была мотивация зарабатывать больше. И достигать этих планов. Ага, мы сейчас делаем, следующий нам опять заломит, зарплата та же. Тоже классика жанра, но до сих пор сплошь и рядом. Система контроля отчетности сказал. То есть это мы можем все делать, если мы не замеряем цифры, мы не знаем, из-за чего это произошло. Из-за чего растут продажи. Или из-за чего они падают. Или какой из скриптов сработал. Или какая схема продаж сработала. Или отчет вообще можно отказаться. Про замер маркетинговых каналов. То есть можно просто вваливать деньги в рекламу, результата не будет. Ну или будет он какой-то непонятный или маленький. Когда вы знаете все цифры, можете масштабировать. Те каналы, которые эффективны, те, которые неэффективны. И про CRM отдельная история. Про управление системой. То есть если вы все это настроили, какой-то космический коммерческий директор пришел к вам в компанию за 300 тысяч оклада и настроил это все дело, и потом ушел. Через два месяца все развалится. Потому что вам нужно собирать цифры, вам нужно их анализировать, вам нужно принимать какие-то действия по развитию этого всего дальше. То есть это очень хорошо. С седьмым пунктом и отдельно. Короче, мысль понятна, да, обязательно все. То есть вот если что-то вырезать, работать не будет. То есть если вы думаете, ааа, скрипты фигня, они не работают. Вероятно, все, потому что вы не доделали что-то еще. Ну или бывают бизнесы, в которых скрипты не работают, мне об этом. Или CRM-система на самом деле, как это, не ругайтесь, не работает тоже. Да, почему? Тоже чаще всего потому, что нет смежных пунктов. Или там план продаж нам не нужен, и без него нормально. Ну с планом продаж тут не поспоришь. Ладно, он как бы просто влияет отрицательно на эффективность. То есть важно все вкупе. Это такой минимальный набор. То есть успешная система продаж практически в любом бизнесе. То есть вряд ли кто-то из вас попробует, ну докажет мне, что что-то из этого можно убрать. Если вы думаете, найдите меня в перерыве, прям интересно. Дальше. Теперь по всему очень быстро. По каждому пункту можно много рассказывать. Регламенты и стандарты. Я хочу, чтобы у вас в голове такая сформировалась логика. Этапы продаж. Позвонили, или пришло письмо на почту, позвонили, выявили потребность, составили КП, отправили, назначили встречу и так далее. Ну что-то такое стандартное, чтобы у вас было. Этапы, они должны быть для новых клиентов и для постоянных клиентов. Минимум. Порой там есть разделение на продукты и так далее. Я об этом не говорю. Минимально. Следующее. Инструкции. На каждом из этих этапов есть определенный набор действий, которые нужно делать. Все это понимают? То есть на каждом этапе работы с клиентами есть инструкция простая, с пошаговым планом, что нужно делать. И она должна быть. У кого есть? А, здорово, приятно. Но мало. И следующее. Чек-листы, схемы продаж и скрипты это инструменты конкретные. То есть в рамках инструкции на каждом этапе есть инструменты. И вот эти инструменты, это уже то, что у вас наработано. Я тут такую схематичную вещь нарисовал. То есть желтые, это предположим, этапы, это очень подрезанные этапы работы с клиентом. Сколько влезло, чтобы вам видно было. Дальше, инструкция на каждый этап. Вот, на таком серо-голубом фоне. Да, инструкция на каждый этап. И вот жирным и подчеркнул я именно инструменты какие-то. То есть там звонок, позвонок. Звонок нужно делать по скрипту такому-то. Дальше, нужны контакты LPR, чтобы они продавали секретарю, очень важно. Дальше, выявить потребность, то, что же там, чем мы можем быть интересны. Заполнить карточку. Это может быть в CRM. Это может быть, кто помнит карточки клиента на бумаге на четвертых листах. Есть такие? О, ребята, вы давно в продажах. Здорово. Да, то есть сейчас мы порой внедряем CRM, нам говорят, менеджер, ой, как это тяжело. Господи, родной, тебе 19 лет. Что ты знаешь про тяжело? Потому что четвертый лист записывает ручкой и потом его там терять или искать судорожно, когда клиент звонит. Вот это тяжело, да? Забить 6 полей в CRM, когда у тебя там слепой метод набора уже лет 5. То есть о чем речь? Итого, карточка – это инструмент. Скрипт – это инструмент. Задача на следующее касание. Сам процесс, например, постановки задачи, это тоже инструмент. Где ее ставить? Google, Bittrex, там что-то еще. Дальше то же самое. КП отправлено. Есть инструкция, что нужно сделать. Правильно было бы здесь не вот такие не точечки поставить, а пункты. Первое, второе, третье, четвертое. То есть это инструкция. Вот. И то же самое. Здесь вот там получить консультацию, опросник, КП, скрипт, CRM, чек-лист, запрос реквизитов, договор и счет. Это все инструменты. Это все какие-то там бланки, регламенты прописанные, там, не знаю, забитые в гиперскрипт какие-нибудь там, скрипт работы с клиентом и так далее. То есть это конкретные инструменты. Но вот без этого понимания настроить, то есть некоторые выписывают этапы. Здорово, вы теперь все одинаково понимаете этапы. Но что в рамках каждого этапа делать? Инструкция на самом деле намного длиннее. То есть она порой по нескольку четвертых листов занимает. Здесь я такую коротенькую, чтобы вам логика была понятна. И потом уже инструменты. И когда вы с такого ракурса подходите к отстройке процессов, то это другой уровень уже совсем. У кого есть хотя бы что-то похожее по привлечению или по работе? Ой, можно вышить? Спасибо. Хорошо. Воронка продаж. Да, и даже не поспоришь. Хорошо, с этим ясно. Просто очень рекомендую. Простое действие, которое дает конкретно измеримый результат. То есть если бы я хотел, чтобы вы что-то одно взяли с сегодняшнего выступления моего, то есть вот там все равно все дела, встретитесь с сотрудниками отдела продаж, пропишите это. Во-первых, вряд ли справитесь меньше, чем за два часа. Во-вторых, результатов, все ошибки. И это способ взять лучший опыт, который у вас в компании есть, и масштабировать его на всех. Понятно, что это даст результат? Ну, однозначно. Так, очень мелко и очень плохо. Сверху, как это выглядит на бумаге, скрипт продаж, схема по встрече с клиентом, карточка клиента. А снизу немножко электронных. Сделки в Bitrix24, мобильное приложение, когда у вас какая-то коммуникация идет через него. Дальше. Замеры маркетинговых каналов. Очень быстро. То есть принципы директ-маркетинга, что все каналы, то есть всю рекламу, которую вы даете, должна измеряться. То есть она должна измеряться. Бюджет, сколько стоит лид, потенциальный клиент с каждого канала, сколько стоит реальный клиент с каждого канала, есть разбиение на продукты, например, то есть если у вас разные линейки продуктов, хорошо бы еще по линейкам мерить. Тогда вы можете узнать, сколько денег, сколько в деньгах и копейках стоит, в рублях-копейках стоит договор определенный. А с него можно тоже вывести среднеаритметически и масштабировать те каналы, которые системно вам приносят деньги, но тоже не в геометрической прогрессии, и срезать те каналы, которые дают убытки или не дают клиентов, или дают очень мало. Вот. Очень простая вещь, потому что мы тоже часто на старте проектов срезаем там по 300-400 тысяч бюджетов маркетинговых, неэффективных, и эти деньги реинвестируем в каналы, которые на самом деле приносят деньги, или в тест новых каналов, которые используют там конкуренты или на рынке популярны. То есть слишком просто, чтобы не делать. Bittrex 24, когда докрутится до своей сквозной аналитики, это будет бомба просто. То есть я вот услышал сегодня, что там будет это к концу, ко второй половине года. Я буду очень ждать. То есть если можно будет это включить, и это будет прям так работать, это отличный инструмент. У кого все маркетинговые каналы считаются, и вы знаете, сколько стоит клиент, и сколько стоит потенциальный клиент по каждому каналу? Здорово. Чаще всего на этот вопрос рук поднятых нет. Ну, здорово. Едем дальше. Паранка продаж. Дальше. И вот там панель замеров, как это выглядит по каждому каналу, динамика за месяц и так далее. И просто настраивается, ну, как бы не всегда просто, но результаты оно дает стабильный. И это позволяет делать вам, разрабатывать маркетинг-планы на полгода-год и в рамках этих маркетинговых планов тестировать новые каналы, работать в системе, в котором есть. CRM-система. Очень сложно что-то сказать про CRM-систему за 3 минуты, наверное, этот вопрос. Да, но еще раз. Первое. В CRM-системе вы ведете взаимоотношения с клиентами. Совсем вот из азов. Следующее. Вы не забываете про клиентов, с которыми были какие-то договоренности. Сплошь и рядом. По телефону договорились, мы в разговорах услышали, мы смотрим, где этот клиент, ему не перезвонили. Или мы всегда, работая с компаниями в константинговых проектах, мы говорим то, что слушайте, дайте нам 20-30 контактов ваших клиентов, мы позвоним, скажем, что мы служба клиентского сервиса и спросим, слушайте, вы наш постоянный клиент, что мы можем сделать лучше, работая конкретно с вашей компанией? И нам 20-30 клиентов, а раньше 50 брали, вываливают столько полезной информации, что этого просто хватит на несколько месяцев внедрения того, чего не хватает. Латание дыр в процессах, в настроек. Это слишком просто, чтобы не делалось. Дальше. У вас будет учитываться канал, все новые заявки, то есть телефонные звонки, которые позвонили, что-то уточнили, сказали, ну мы пойдем подумаем, до свидания. Все, если у вас нет CRM, то есть никто ни разу не видел компанию, которая бы с отчетом по телефону работала, то, что они берут, звонят по телефону и потом говорят, ага, мы увидели пропущенный, да, мы будем работать без CRM. Нет. В CRM-системах формируется лид, то есть не обязательно битрикс. То есть могу предположить, что не у всех из вас битрикс, но сейчас это практически все CRM-системы позволяют настроить так, чтобы у вас входящие лиды были, ну вот входящие обращения, где-то генерировались, и вы могли отслеживать статистику по ним. Вот. Та же оцифровка данных, автоматизация, учет рекламных каналов не во всех системах, но возможно. Анализ базы. Кто у вас крупные клиенты, кто средние клиенты, кто мелкие клиенты. Да, то есть порой нагнав трафика с новых заявок про клиентов, с которыми работаем уже 7-10 лет, забывают. Ну не то, что забывают, их так относится, вы и так купите, да, то есть там можно просрочить вам какие-то документы, еще что-то, привезти позже, мы же давно работаем. Тоже классика жанра, да. А новый клиент, который будет делать нам 7800 рублей маржинальности с одной сделки, мы с ним будем прям тесно общаться. Сплошь и рядом. Да, то есть важно, чтобы у вас была сегментация базы и чтобы вы работали с основными клиентами, которые по правилу проекта те 20%, которые 80% дохода, чтобы вы работали с ними намного глубже, и чтобы за это отвечали процессы. Вот, а не как бы так, менеджер считает и делает. Двух слов, да, ведение клиентов, этапы ведения клиентов, кто на каком этапе, мобильное приложение, и еще всего, чего имеете RAM. Это надолго, но у меня есть книжка «Как надреть CRM-систему за 50 дней». То есть если вот у вас нет CRM, да, или вы смутно представляете, зачем это нужно, и за счет чего деньги дополнительно зарабатываются, вот. Даже продавать вам я не буду, можете как-нибудь подойти или оставить свои контакты, или подойти вот в демо-зону, у нас там сотрудник работает, да, я вам пришлю ее бесплатно просто. Вот. Дальше. Про систему контроля. Все, система контроля делится на два крупных таких отдельных этапа. Это контроль по результату и контроль по процессу. Большинство компаний замеряет только результат. Деньги. Что еще? Ну и порой какие-нибудь там, не знаю, даже не знаю. Все меры, да, по результату чаще всего там объем продаж, план факт, все, больше ничего нет. По процессу. По процессу это сколько мы звонили, сколько мы ездили на встречи, сколько мы отправили коммерческие, сколько договоров, сколько, то есть вот действий было сколько. Зачем это нужно? Может у кого-то есть? У вас уже тут не было ни разу, чтобы взяли все и не подняли руку. Конверсия процессов что? Вот он ответ на вопрос. То, что мы знаем цифры, к каким деньгам это приводит, ну окей, что с ними делать? А делать с ним как раз то, что вы можете понимать, какое количество действий приводит там к стабильному результату, стандартному, какое количество действий менеджеров приводит там к высокому или к низкому результату. Но еще важно, порой у вас один и тот же менеджер, точнее, два разных менеджера могут делать одно и то же количество задач по процессу, звонков, встреч, коммерческих, еще чего-то, в зависимости от вашего бизнес-модели. А результат у них может быть два к одному, три к одному. У кого так есть? Да ладно, все. Можно выше? Устали руки поднимать, да? Ага, ну вот человек семь. Да, то есть на самом деле мы часто с этим сталкиваемся. И это часто связано не потому, что менеджер сидит на своей клиентской базе, которую он работал за последние 15 лет работы в компании или увел эту базу из другой компании. А из-за того, что а он по-другому разговаривает с клиентом и по-другому рассказывает зачем встречаться. Мотив встречи зачем нам встречаться расскажи по телефону. Он использует другие фразы. Но руководители отдела продаж и коммерческий директор ни разу не задумывались, чтобы это проанализировать. Или наоборот. Есть менеджер, который делает еще больше по процессу, а результат у него ниже. Чаще всего потому, что это есть какие-то тоже системные ошибки в работе. Что мы с этой информацией можем делать? Мы можем лучших брать и эти практики внедрять на всю компанию в целом за счет стандартов. Пункт 1, помните? Регламент о стандарте. Говорит он так, круто, будет скрипт. Отлично общается на встрече, использует какую-то фишку. Будет в чек-лист встречи с клиентом. Или наоборот, мычить что-то в трубку. Хотя не мычать, понятно, что не стоит. Ну, какие-то отрабатывают возражения, дорого, ну ладно, а вы с чем сравниваете? Или а почему? Ну, потому, да почему, не знаю. Вот, ну вот, смотреть, что плохое срезаем, что лучшее в стандарте продаж. Табличка, как это выглядит, план активности, замер по результату, ой, по процессу, если печатать на Excel, как мы делали раньше. Сколько там дата, когда первичных звонков, количество встреч, входящие клиенты заинтересованы, направлены КП и руками. Вот это можно заполнять руками. То есть, имея современные системы, можно это считать автоматом. Не надо ничего не заполнять. Кого считается? Да ладно. Правда? Точно. Да, у нас тоже битрикс. В современных системах это можно делать легче. Да. Вот. Отчет по результату в битриксе. Да, то есть, такой для примера. Дальше. С тем мотивацией КПИ. Платить смысл в чем? Да, то есть, у меня уже по времени осталось только на смысловом. Платить нужно за достижение целей конкретных. Если в двух словах, да, то есть, цели, они должны быть тоже. Это план продаж, количество действий. Да, то есть, мы не платим, например, оклад в системах мотивации, которую разрабатываем, просто так. Оклад — это за отработанное время, деньги, да, поэтому мы привязываем его к плану активности. Количество звонков, встреч, договоров и так далее. То есть, ты можешь быть молодым, новым менеджером, который не продает. Но план активности делай, пожалуйста, за свой оклад. То есть, не просто так за то, что ты просидел 8 часов, а за план активности, который ты сделал. А дополнительная мотивация уже там за продажи, она идет отдельными там бонусами, порогами и так далее. С этим просто. Это уже… План продаж. В двух словах тоже. Зачем? Потому что, если у вас нет плана, вы не видите динамику. То есть, ее нельзя как-то масштабировать и генерировать, чтобы этой динамики было больше. За нее поощрять, за нее ее спрашивать. Все привыкли, что нужно вот в один и тот же план все время попадать. Каждый месяц, чтобы все было ровно. Так и делают. Еще по плану. Есть три уровня. Мы, как правило, мы не ставим план в один уровень, мы ставим план в три уровня. Есть минимальный, средний и максимальный. Из-за него разная мотивация. Если ты три месяца не выполняешь минимальный, чаще всего с тобой попрощаются. Вот. Хороший уровень, если там, не знаю, три месяца из четырех делается стандартный план. Из-за максимальной есть какие-то дополнительные бонусы, но когда ты начнешь как менеджер неприлично много зарабатывать относительно коллег. Промежуточный план. Ну, это… Так. Табличка просто информативная. Я ее скачал с интернета. Вот эту, да, чтобы вам показать, что есть… А, промежуточный план, то, что мы их делим на недели еще, да, то есть мы делаем… Все ставят план на месяц, потом 28-го числа не выполнили. Почему? Почему мы поднимаем это раз в месяц? Если мы разобьем план, вот промежуточный сделаем, и будем считать, например, понедельный, да, то результат будет больше. Нет, скажут из вас те, кто… У кого цикл сделки месяцев по там 9, 12, 15, да, то есть есть те, у кого длинные продажи. О, да, вы скажете, нам этот план, который, извини меня, на неделю, да, смысла нет. Вам нужно тогда этот план, вы тогда его и на месяц не ставите, вы же его и ставите на квартал, на полгода, на год, возможно. Но тоже вам нужны промежуточные результаты, чтобы в моменте выполнения плана понимали, ага, мы не добираем, или мы перебрали, там кто-то думает, можно расслабиться, а в этот момент, когда все думают расслабиться, приходит руководитель, говорит, слушайте, 20% к зарплате еще дополнительно просто на 1,2 умножим, если сделаете вот такую планку. И они думают, а за 20% можно и напрячься, так, это самое важное из этой таблицы, чтобы дальше. Про план продажи BITX24. Посмотрите без меня, красиво и здорово для тех, кто еще не пользуется. Управление системой продаж, то есть основная мысль ключевая в том, что управление должно быть на трех уровнях. Руководитель отдела продаж, коммерческий директор и генеральный директор. А то мы как часто настраиваем, еще дай бог настраиваем, управление руководителем, он там что-то делает, а дальше все, как оно будет. Какие выводы делаются с его работы, какие действия предпринимаются, что руководитель делает, чтобы поменять в отделе, чтобы отдел рост. Непонятно. Итого, если вы, что нужно сделать? Упаковать это все в инструкцию, пошаговая инструкция, чек-лист, в систему постановки задач, на бумаге напишите, без разницы. То есть должна быть инструкция, что входит в управление, какие показатели смотрим, как часто, с какой периодичностью, раз в неделю, раз в день, раз в месяц. Дальше, что с этими показателями, как вывод делаем на выходе? И после этого у вас управленческие компетенции упакованы в бизнес-процессы. Они зависят от одного, второго, третьего сотрудника, который умный, опытный и так далее. То есть вы лучший опыт упаковываете в процесс. И об этом потом не нужно думать, потому что у вас вылетает напоминалка, что сегодня понедельник, и у вас чек-лист еженедельного контроля. Нужно взять его прогнать, будет результат. А какой-нибудь есть что-то похожее? Раз-два. Не дождусь я сегодня, чтобы никто руку не поднял. Так. Дальше. Не только за счетов опыта руководителя сказал. Дальше. Ну, система постановки задач не мне мог говорить. Их масса, да, чтобы вы не писали это на бумаге. Есть куча программ, в которых можно поставить задачу, которая будет вылетать с определенной периодичностью. Так это выглядит в Excel. Еженедельный чек-лист менеджера отдела продаж, что он должен сделать в своей работе, проконтролировать. Ежемесячный чек-лист руководителя отдела продаж раза три, четыре, пять по каждому менеджеру, по руководителю. Такой же аудит клиентской базы по месяцам. Понятно, что раз в месяц делается. То есть в таком формате. Алексей, пожалуйста, надо заканчивать. А я вот прям уже совсем… Вот предпоследний слайд, и потом я прощаться буду. Итого, вывод из этого всего. Потому что не строите систему, если не строить систему продаж вообще никак, все работает. Такие здесь есть. Начните как-нибудь. Результат будет… У вас будет здоровский результат, потому что если ничего не внедряете, то работает все. Если у вас есть инструменты, вот эти таблицы, схемы, ворды и так далее, я вас очень понимаю, мы сами так делали, но сейчас есть куча элементов автоматизации. Вы сэкономите время, вы сэкономите деньги, вашим сотрудникам будет удобнее работать. Вот. И это можно сделать сейчас быстро и недорого. И если вы поднимали все время руку и у вас все автоматизировано, то поднимайте уровень, потому что технологии сейчас развиваются многое быстрее, чем за ними, наверное, уследить можно. Вот. Потому что сейчас уже вот этот оторыв от конкурентов только за счет этого и достигается. Вот. Так. Еще раз. Только сейчас. Я вам рассказал сегодня про семь инструментов системы продаж. Их 27. Вот. И около 167 инструментов, как скриптов, схемы и так далее, всего-то, всего-то того. Вот. Все. И мы сделали анкетку. Если кому интересно по дополнительным инструментам себя протестировать, вы можете по ссылке вбить там свой имейл, скачать ее, отправить. Вот. И мы, во-первых, там как тест, во-вторых, получить рекомендации от наших консультантов, вам пришлют, что вам сделать из нашего опыта, работая с разными компаниями. Ссылка такая еле-еле, но я думаю, кому нужно, увидите. Вот. Все. Спасибо. Извините, что чуть-чуть задержал. Еще остро. Спасибо большое, Алексей. К сожалению, у нас не осталось времени на вопросы. Ну и вообще Алексей конкурировал у нас с обедом. Настало время обеда, перерыва. Значит, напомню, у нас есть мобильное приложение, в котором есть такая строчка, пункт меню орг-вопросы. Там написано, где можно пообедать. Например, есть специальное предложение в ресторане здесь для участников конференции. Я также напоминаю, что помимо обеда есть дополнительные возможности в виде консультаций по продукту BITREX24, бизнес-эпицентр и секции специально по направлениям HR, автоматизация продаж, системообразующие процессы. Пожалуйста, все там. Всем приятного аппетита. Спасибо.